Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, ваш гид по Кракову Елена Калачиди. И я приветствую вас в нашем четвертом выпуске занимательных историй о Кракове. Этот выпуск я назвала «Археологический детектив». Сегодня у вас есть возможность убедиться, какая увлекательная наука археология. Выпуск будет посвящен одному экспонату, который является визитной карточкой нашего Краковского археологического музея. Так называемый «Сбручский идол». Вы можете увидеть его изображенным и на всех билетах входных в этот музей, и на его логотипе. И, честно говоря, «Сбручский идол» стал вообще такой визитной карточкой восточнославянского язычества. То есть его изображают повсеместно. Например, копии «Сбручского идола» есть в Москве, в Киеве, в Одессе, в Гродно, в Варшаве. И даже копия есть у нас в Кракове, стоит рядом с Вавильским холмом. А вот оригинал, как раз, конечно же, хранится в археологическом музее. И с этим идолом есть одна очень большая проблема. Дело в том, что он уникальный. А археология не любит уникальные вещи. Археология, как и любая наука, любит вещи повторяющиеся. Если что-то находят в большом количестве, одинаковое, типовое, то это уже повод делать выводы. А если что-то нашли в одном единственном экземпляре, это скорее загадка. Это скорее большой вопрос. И большой вопрос относительно «Сбручского идола» вот держится уже в воздухе более 150 лет. А в чём же его уникальность? Дело в том, что все остальные находки, касающиеся языческих культов восточных славян, это всё деревянные идолы, деревянные скульптуры. А наш сбручский идол, он каменный, он известняка. Вторая его проблема. Он изображает более чем одного бога. Все остальные находки, оставшиеся от восточных славян, это всегда один бог. То есть вообще, в принципе, археологи пришли к выводу, что у восточных славян одно капище, один бог. А на нашем как минимум четыре бога, а может быть ещё больше, это сложно сказать, но точно не один. Следующая проблема нашего сбручского идола в том, что он очень детализированный. То есть он необычно детализированный, на нем необычно много чего изображено по сравнению с другими находками, оставшимися от восточных славян. Ну и третья проблема, тоже очень серьёзная. Он изображает наш сбручский идол, целую систему мироустройства, миропорядка. Что тоже совершенно не характерно для всех остальных находок в этом ареале, в восточнославянском ареале. И вот эта уникальность, конечно же, на протяжении многих десятилетий будет у исследователей такой интерес, попытку разобраться, что же это такое, настоящий это идол или фальсификация. И мы с вами будем по порядку разбираться с этим идолом. Во-первых, почему же он называется Сбручский идол? Дело в том, что в 1848 году его нашли именно в речке Сбруч. Сейчас по этой речке проходит граница между Тернопольской и Хмельницкой областями Украины. А в 1848 году проходила граница между Российской и Австрийской империями. И вот в этой пограничной речке летом 1848 года люди заметили что-то необычное. Что они сначала приняли вообще за утопленника. Быстро разобрались, что это нечто каменное. Привели 6 валов, потребовалось целых 6 валов, чтобы вытащить из воды идола, который весит 500 килограмм. И высота у него 2 метра 57 сантиметров. Вытащили его на берег и отвезли в имение Константина Забаровского, имение Лычковцы. Константин Забаровский через какое-то время подарил эту находку Мечиславу Потоцкому, своему соседу. Мечислав Потоцкий, известный реставратор, любитель старины, хотел поставить этого идола у себя во дворе на небольшом кургане. Крестьяне его были радикально против. Они сказали, что если этот языческий объект будет установлен, то они его разобьют. И Мечислав Потоцкий придумал лучшее решение. Он увез эту находку в Краков. Знаю, что Краковское научное общество бросило клич «собирают по городам и весим предметы старины». Но прежде чем ввести идола в Краков, Мечислав Потоцкий написал в Краков письмо, в котором дал идолу имя, название. Он пишет о находке Световида. И по сей день в польском языке такое название закрепилось за данным объектом. То есть сбруческий идол, это мы по-русски говорим, а по-польски говорят Световид. Почему же Мечислав Потоцкий окрестил его таким именем? Дело в том, что Потоцкий, как и любой образованный поляк своего времени, хорошо был знаком с книгой Адама Нарушевича «История польского народа». В этой книге было хорошее описание идола, который в XII веке описал датский историк-саксон-грамматик. Идол этот был установлен на острове в Балтийском море, острове Рюген, и он принадлежал прибалтийскому славянскому племени Руян. И этот идол как раз в описании саксон-грамматика называется Световид, и он описан с четырьмя головами. И вот представьте, Потоцкий видит идола с четырьмя головами, как он его ещё будет называть? Он его и называет Световид, то есть так же, как назывался идол балтийских славян Руян. Одна только проблема – балтийские славяне и восточные славяне – это совершенно разная история, это совершенно две разные культуры. Называет он идола Световид и везёт в Краков. Весной 1851 года прибывает идол в Краков и с тех пор является одним из важнейших объектов экспонатов археологического музея Кракова. Но ещё раз повторюсь, поскольку он такой уникальный, он неоднократно привлекал к себе внимание исследователей. В 1948 году, к столетию находки сбруческого идола, главный реставратор Вавельского замка Рудольф Козловский решил произвести естественно-научную экспертизу этого объекта. И вот каким выводом он пришёл. Первый вывод. Сбруческий идол, несмотря на то, что датируется X веком нашей эры, никогда долго не подвергался воздействию атмосферных осадков, ветра, то есть никогда долго не находился на улице. Второй вывод Козловского. Сбруческий идол определённо сделан из местного камня. Дело в том, что речка Сбруч течёт вдоль скалистого массива под названием Медоборы. И вот Сбруческий идол изготовлен как раз из камня с той самой местности, из тех скал. И ещё один вывод Козловского очень важный. Сбруческий идол в речке Сбруч, перед его находкой, пролежал очень недолго. Исследователь судил по количеству кальцитовых отложений на камне и пришёл к выводу, что Сбруческий идол претерпел только 8 сезонных изменений уровня воды в речке Сбруч. То есть по факту получается, что Сбруческий идол пролежал в речке только 4 года. Но тем не менее Рудольф Козловский не подвергает сомнению оригинальность, аутентичность Сбруческого идола. И вот как он решает обнаруженные факты объединить, в какую теорию. Теория у него вырастает такая. Да, Сбруческий идол это славянский языческий идол 10 века нашей эры. И в своё время он стоял либо под большим деревом, либо под навесом, поэтому не подвергался воздействию атмосферных условий. И после этого он был закопан в землю, а непосредственно перед его обнаружением речка Сбруч должна была размыть грунт, таким образом, чтобы идол оказался в воде. Ну и вот такое объяснение существует в принципе по сей день. А дальше произошла ещё одна важная вещь. В 1984 году на данной территории работала экспедиция археологов Академии наук СССР. Возглавлялась она Ириной Русановой и Борисом Тимощуком. И эти археологи обнаружили на горе Бохит, она тоже в Медоборах, нашли остатки городища. И тоже датировали его примерно 9-13 веками нашей эры. И вот находка этого городища и идол, и всё, кажется, в теории срослось. То есть решили, что идол как раз стоял в этом городище. Позже были найдены ещё несколько остатков поселений. И родилась такая теория с подачей этих археологов, что после того, как князь Владимир крестил Киев, язычники, не согласные с переходом в христианство, бежали вот как раз в эту территорию, на берега речки Сбруч, в горный массив Медоборы, и основали там так называемый Сбручский культовый центр. И данная теория по сей день жива, по сей день рабочая. И вроде бы к Сбручскому идолу не осталось вопросов, и место нашли, где он стоял. Но уже в наши дни нашлись исследователи, которые решили снова подвергнуть сомнению, снова критически рассмотреть все факты относительно Сбручского идола. Это исследователи Украинской национальной академии наук Алексей Комар, Наталья Хамайко. И в 2011 году они выпустили свою статью. Огромная статья, посвящённая Сбручскому идолу. И какие факты они собрали, я уже в принципе все вам их даже назвала, которые вызывают большие сомнения в подлинности Сбручского идола. Я коротко напомню, что это за факты. Во-первых, уникальность. Уникальность, то, что не найдено ни одного другого подобного артефакта, характерного для восточных славян. Первая проблема. Вторая проблема. Они на месте, уже на территории, где протекает речка Сбруч, рассмотрели объяснение Рудольфа Козловского по поводу того, как идол мог попасть в реку. И пришли к выводу, что если бы идол был закопан в грунт, то речка протекает таким образом, что она должна была долго-долго вымывать этот объект, идол из грунта. И, соответственно, на идоле должны были остаться более многочисленные следы от воздействия реки на него, а их нет. А вторая версия, если речка размыла грунт под идолом, а идол был где-то наверху, на скале, и он просто падал в речку, тоже несостоятельна эта версия. Дело в том, что идол изготовлен из хрупкого известняка. Он должен был обязательно при падении, сколько-нибудь значительным падением в речку, он должен был сломаться. Однако нашли его целым невредимым, да ещё и посреди речки Звруч. То есть наши Алексей Комар и Наталья Хамайко делают вывод, что очень непонятным остаётся попадание камня на середину речки Звруч. И настаивают на том, что без участия человека он там оказаться не мог бы. И ещё соображение наших современных археологов, то, что открытие, сделанное той экспедицией, про которую я вам говорила, 1984 года, оно, по сути, то городище ничем не выдаёт, ничто не говорит, что это культовый центр. По факту только знание о том, что недалеко лежал вот этот идол, позволяет археологам говорить, что это культовый центр. То есть получается, что доказательства завязаны друг на друга. Идол мы объясняем исходя из этого городища, а городище объясняем исходя из присутствия идола. Так как круг в доказательстве. И вот на эти вещи они обратили внимание и достаточно остро поставили вопрос. Так вот, не указывает ли всё это, что идол — это фальсификация, изготовленная незадолго до того, как он вообще был обнаружен. Алексей Комар и Наталья Хамайко стали искать претендента. Кто бы мог изготовить этот идол уже в XIX веке? И они обратили внимание на предыдущего владельца имения Лычковцы. Брата Константина Забаровского. Константину Забаровскому отвезли этот идол в 1848 году, сразу после находки. А вот до Константина Забаровского хозяином Лычковцев был его брат Тимон Забаровский. Правда, он умер в 1827 году. Но он был поэтом, и он был поэтом с большим интересом к истории, к польской истории, к славянской истории. У него ряд произведений, написанных про раннюю историю славян, раннюю польскую историю. И в целом Тимон Забаровский — это такой представитель эпохи романтизма в литературе, когда авторам очень-очень интересны были эти ранние, я бы сказала, языческие культы, языческая история своего народа. И наши современные исследователи, о которых я и говорю, они пришли к выводу, что, скорее всего, «Сбруческий идол» был изготовлен по заказу Тимона Забаровского. Из каких уж соображений, не очень понятно. Но вот как отражение его интереса к ранней истории, к ранней славянской истории. Конечно, всё это только гипотеза, и нет никаких доказательств, что «Сбруческий идол» был изготовлен в 19 веке по заказу поэта Тимона Забаровского. Но вот украинские исследователи сейчас на этом настаивают в своей статье. Однако закончим данный выпуск с такой интересной информацией, на которую они сами не обратили внимания. Забаровский умер уже в 1827 году. А помните, Рудольф Козловский, исследователь, сказал нам, что «Идол» пролежал в речке не более 4 лет. А между смертью Тимона Забаровского и находкой «Сбруческого идола» 21 год. 21 год. Так вот, где 21 год находился «Сбруческий идол»? Оригинал он или подделка? Это, наверное, учёные однажды выяснят. Но сейчас это пока ещё загадка. На этом пока всё. Будете в Кракове, заходите в археологический музей. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!